Что? Да, от меня зависит, и здесь нас ждет, с одной стороны, очень неприятное эмоциональное состояние, сейчас на нем расскажу, но самое главное, это мы только так можем получить вот эту суперсилу. Суперсила заключается в том, что мне можно управлять моим финансовым ростом, я могу, я способен. Концепция здесь такая, я сам создаю свой финансовый рост, и поэтому мне можно. Если я не сам создаю, то я не могу поменять, я не могу повлиять, я просто должен сидеть и ждать, не знаю, хорошей погоды, точно так же я должен сидеть и ждать, когда что-то в моей жизни наладится. Ну, как бы ждать можно до бесконечности, на самом деле, и ничего не наладится, да, и никак ты не сможешь на это повлиять. Если я принимаю, что я сам создаю свой финансовый рост, то, конечно, я уже могу влиять. Еще раз, суперсила, я принимаю, что моя реальность это результат моих подсознательных установок, я влияю на свои деньги, кто с этим согласен, напишите, согласен. И вот этот этап, на самом деле, очень многие из вас уже преодолели. Вот кто может сказать, что да, я этот этап преодолел, я согласен с тем, что мой финансовый результат зависит от меня. Напишите, пожалуйста, в чате, да, преодолел, да, я понимаю, я с этим согласен, я понимаю, что мой финансовый рост зависит от меня. Что у нас в результате? Начинаю мыслить и действовать по-другому, решаю свои финансовые проблемы. Очень важно, что на этом этапе мы здесь работаем еще только с проблемами. Это и плюс, и минус. На проблемы у нас всегда очень мощная внутренняя мотивация. То есть у нас ни о какой апатии нет в речи, ни о каком, ничего не хочу делать, нет, здесь нет. Здесь у нас проблемы на уровне того, что мне нечем накормить свою семью, мне нечего поесть самому, меня выселяют из квартиры, у меня там отбирают машину, у меня нет денег на бензин. Вот здесь, если вы находитесь на этом этапе, сейчас я вам покажу этот этап, у вас с внутренней мотивацией все в порядке. Если с внутренней мотивацией все не в порядке, то это следующий, немножечко дальше этап, о нем тоже сегодня поговорим. Вот здесь, еще раз, кто себя сейчас здесь чувствует, это люди, которые понимают, что у них есть проблемы, они супер важны для них, очень важно их решить. И просто не получается. Вот бьюсь, 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 не получается. Делаю очень много действий, как у нас там писали, да, выше я зачитывала. Я делаю очень много действий, я бьюсь и вот и не получается. Как будто бы я делаю не то, что надо делать, а хочу вырваться, но не получается. Вот это оно здесь. Здесь у нас прекрасным образом работает первый, второй уровень мастер-кит. Это такая прям база-база методики мастер-кита, это то, с чего все начиналось. Потому что я сама была именно на таком этапе, когда мастер-кит открыла и когда начала его использовать для себя. То есть у меня была именно такая ситуация. Меня выселяли из квартиры, я была в роддоме со своей второй дочкой, меня выселяли из квартиры. И тут я поняла, что ага, то есть со мной случилось как раз-таки вот эти два инсайда, что оказывается я могу сама влиять на свою реальность, да, и оказывается я могу менять свои подсознательные установки. Я могу их находить и менять. И благодаря этому те действия, которые я делала, и они не приносили мне результата, вдруг они стали приносить мне результат, и очень быстро, буквально там за 4 месяца я вышла там с нуля в бизнесе на оборот примерно 500 тысяч рублей в месяц на двоих с партнером. То есть для меня это был огромный скачок. То есть вот на этом уровне можно сделать такой скачок благодаря работе с мышлением. Действия никуда не деваются, они не отменяют. То есть методика мастер-кит это не какая-то там эзотерика, или там не какие-то, не сидишь там и ждешь в море погоду. Нет, ты делаешь, но просто твои действия начинают приносить тебе результат. И от этого не приносили, да. Кто себя в этом узнал, обязательно напишите. Кит-цели у человека осознанного. Еще раз быстренько проговорю. Не хочу платить долгие кредиты, живу зарплату без зарплаты. Хочу отвезти семью в отпуск на море, но нет денег, не хватает денег, чтобы их отвезти. Хочу дать детям хорошее образование, но нет возможности, максимум хватает на канцелярию, да, там для детей. Почему же, несмотря на то, что вроде бы это так просто осознать, да, что я могу влиять на свою реальность, я могу влиять на свои финансы. Почему нам так сложно это сделать? Потому что у нас здесь есть преграда. И эта преграда называется чувство вины. Это такое неприятное состояние, когда люди знакомятся с аксиом 1.1. Очень часто, может быть, кто-то сейчас себя на этом словил. Люди начинают говорить о том, что это что, я теперь во всем виноват? И это что, я вот такой теперь плохой? И вот это как раз таки проявление чувства вины, проявление вот этой преграды, которая не дает человеку выйти из этапа страдания на этап осознанности, на этап осознания, что да, я могу, я способен повлиять, да. Я умею работать с чувством вины, я умею его убирать, я могу влиять на свой финансовый доход. Как проявляются финансовые проблемы? Я создал сам, значит, я плохой, я виноват. Напишите, у кого есть вот отклик, да, на вот эту вот фразу. Если возможно увеличить доход при помощи работы с мышлением, то вся моя жизнь была неправильной. Если я стану богатым, то я придам свой род, они страдали, и я должен. Ну, это уже конкретно установки пошли, некорректные программы, которые просто мешают нам реализовать наш финансовый прорыв. Ну, и мы с вами двигаемся быстро, обещала много контента, и что мы будем двигаться очень быстро. Нам требуется новая трансформация, если мы уже находимся в состоянии осознанного человека. Мы осознали, мы еще не решили никакие свои проблемы, но мы уже понимаем, что все зависит от меня. Ну, и деньги тоже таким образом зависят от меня, то, сколько я получаю денег. И я понимаю, что я не должен себя винить за это, я не должен говорить, что я плохой. Я просто понимаю, что я могу влиять, и я знакомлюсь с инструментом, который позволяет мне менять мои подсознательные установки. Как справиться с чувством вины? Скриньте, пожалуйста, для кого вот эта информация в новинку, для кого она важная. У нас есть 13 тренажеров, и в каждом, именно вот на этих уровнях, первом, втором уровне мастер-кит, есть текст, который позволяет мне выйти из чувства вины, потому что чувство вины – это такая вот реакция нашей психики. Нам нужно иметь просто технологию, как от него избавляться. И этот шаг про чувство вины, он просто зашит буквально в каждый тренажер первого, второго уровня. А также мы очень много, большой акцент в обучающих видео делаем на чувство вины, на том, как с ним работать, потому что оно здесь настоящая просто преграда, которая мешает действительно решить нам наши проблемы. И таким образом мы очень быстро можем перейти на этап «человек решающий». Вот на самом деле мы сейчас будем с вами знакомиться с разными этапами, и я могу сказать, что дальше будет увеличиваться длительность прохождения этапа. Вот реально из человека выживающего в человека осознанного можно переместиться буквально за один час времени. То есть ты буквально осознал концепцию, ты понаходил свои установки, и ты понял, а, вот, оказывается, как, и ты избавился от своего чувства вины, все, ты как бы человек осознанный. Из человека осознанного в человека решающего можно перейти, когда ты понимаешь, как тебе решить свою финансовую проблему при помощи мышления. Что это значит при помощи мышления? Это значит, мало просто решить свою финансовую проблему, важно осознать, что ты это сделал сам, и понять, как ты это сделал. То есть какова была технология, что ты, вот у тебя была проблема, и вот у тебя ее не стало. Вот меня выселяли из квартиры, когда я была в роддоме, да, мне звонили там из дома управления, и говорили, все, Дарья, вы выселяетесь из квартиры, да. И как я перешла на точку, когда я осталась жить в этой квартире, и мне не пришлось переезжать на окраину Перми, в какую-то страшную там квартиру, да. Я осталась жить в центре. То есть что я такого сделала, как я повлияла на свое мышление и на саму себя, какие действия я стала делать по-другому, что я смогла достичь этого результата. То есть очень важно не просто, чтобы вы решали проблемы какие-то свои финансы, иначе вы постоянно будете с ними сталкиваться, и вы не будете понимать, как этот порочный круг прервать. А очень важно, что осознать здесь, что я сделал это сам, я понимаю, как я это сделал, да. То есть значит, я могу это повторить. И чтобы вы сейчас познакомились, как это происходит, насколько это может происходить быстро, вот вам сейчас скажете, о нет, где-то я и финансовый результат, где-то я и решенные финансовые проблемы. Это просто в разных вселенных. Я вас сейчас хочу познакомить с нашим первым, с нашей первой историей, с нашим первым героем. Его зовут Максим. Максим, пожалуйста, заходи и поделись с нами своей историей с нашими зрителями. Меня зовут Максим. Всем привет. Мне 25 лет. Мастер-кит я купил примерно в 22-23 года в этом промежутке. До Мастер-кита я искал себя, занимался разными тренингами, психологией, изучал книги разные, посмотрел фильм «Секрет», прочитал книгу «Секрет», аффирмации читал каждый день. Ну, не каждый день там, но когда узнал о них, начал их изучать, читать, произносить, громко с эмоциями. Я это делал для того, чтобы где-то лет 18-19 я понял, что все ответы внутри нас, и для того, чтобы заработать много денег, не нужно много работать, нужно поменять свое мышление, посмотреть по другим углам. Это я где-то понял 18-19 лет, и вот в это же время, даже раньше я начал заниматься самообразованием, но в это время я понял то, что все ответы внутри нас. И вот я приобрел Мастер-кит где-то в 22-23 года, мне их также продали, его, точнее, предложили купить на личностном тренде. И, кстати, вот я сейчас вспомнил, то, что после этого мне вообще его нигде не предлагали. Только там один раз я его услышал, но мне его продали, и все. Не знаю, к счастью или к сожалению-то. Я сразу его купил, я вообще не думал, потому что в тот момент я искал то, что мне может начать зарабатывать. Потому что тогда я был поглощен успешным успехом, разные тренинги я проходил. Ну, не мог просто реально найти то, чем мне заниматься, как мне заработать. После приобретения Мастер-кита, наверное, сейчас не вспомнил, как время не прошло, я начал, я мало прорабатывался, сразу скажу. Потому что при этом я занимался, искал и другие тренинги, потому что я не знал, что такое очень мастер-кит. Тогда я начал прорабатывать одну проработку в день, в неделю, одну проработку в неделю. И у меня появились первые результаты финансовые. Я устроился на работу. Можно сказать, не шура, можно не знаю, как правильно сказать. То, что я просто начал действовать. Маленькими шажочками я начал идти, действовать. У меня появились отношения. Я стал независимым от родителей. По крайней мере, я у них перестал просить деньги. Для меня это тоже было таким шагом серьезным. От этого я тоже сильно страдал, потому что я живу на обеспечении родителей. У меня появились отношения, деньги, работа моя первая, постоянная настоящая работа, не какой-то там заработок. И после этого я перестал прорабатываться, нужно было все классно, супер, отношения, деньги. Я начал маленькие путешествия в соседние города. И затем, получается, я расстался, исчез мой доход, моя работа, я сам уводился. У меня просто все пропало. Я снова вернулся к проработкам. Начал снова прорабатываться. Делал также снова мало проработок. Где-то одну неделю так же же делал, может, там чаще бывало. Могу сказать то, что когда я прорабатывался, когда только я купил мастер-кит и прорабатывался, для меня это было что-то, хождение в темной комнате, завязанными глазами. Потому что я делал какие-то проработки, что-то делал, и как-то появился результат. Весной, ну, точнее, не помню, когда точно, вроде весной, появился путь героя. Я его приобрел. Ну, мне, видимо, легко продавать. Ну, мне классный продукт, я всегда быстро покупаю. Но я не проработался по нему. Я просто его приобрел. Ну, так же, скорее всего, было там денег какое-то у меня к нему. После этого я продал мастер-кит своему другу, посоветовал. Он купил тоже практически сразу, как и я. Потом пошел второй раз, начали предлагать мастер-кит, получается, путь героя в продаже. И после этого мы начали вместе выполнять задания в путь героя. И у меня появились результаты, вот, честно, сразу. Сразу же у меня появились отношения. Сразу же я приобрел машину. Ну, сразу же у меня появилась новая работа. Вот, все произошло в течение недели. У меня появилась машина, на которой я приехал сюда, на своей собственной машине. И вот мой такой путь был. И я, конечно, есть сожаления такие, что я не прорабатывал с этим каждый день и так далее. Но сейчас я, по крайней мере, понимаю, то, что даже если у меня в будущем будут какие-то проблемы, но сейчас я не перестану прорабатываться, это точно. Потому что я уже, так сказать, у меня были неудачи. Но неудачи будут тоже в будущем, это точно. Потому что, ну, это жизнь. Но они будут не так тяжело проходить, как были для меня. Ну, будет все быстрее проходить, я так думаю. Классно. Ребят, поддержите, пожалуйста, Максима в его рассказе, в его истории, потому что это очень важно. Максим переживает, волнуется. Он делится сейчас очень важными для него какими-то внутренними моментами. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что приехал. Откуда ты, кстати, приехал? Я из Набережида Челнов. Из Набережида Челнов. Далеко и можешь добраться в машине. Классно. Я тебя поздравляю с твоим результатом. Я желаю тебе просто прорыва и желаю тебе прорабатываться почаще. Благодарю. Все будет очень классно. Спасибо тебе. Что мы можем увидеть? Вот кто что увидел, кстати, друзья, в истории Максима? У кого какие инсайты? Напишите, пожалуйста, что для вас было важно. Я тоже параллельно скажу, что бы я рекомендовала здесь подметить. Мастер-кит – это очень интересная технология. Интересна она тем, что она офигенно работает. И очень часто, даже если мы не понимаем, как она работает, она все равно работает. Это, знаете, как Wi-Fi. Вот мы не понимаем, как работает Wi-Fi, а он работает. И вот про это нельзя забывать. То есть очень часто результаты приходят, даже когда ты не понимаешь, что ты делаешь. Потому что ты просто повторяешь тот трансформационный текст, который тебе генерит само приложение, генерит сама платформа Мастер-кит. Это очень-очень интересно. То есть именно из-за этих результатов, вот таких вот невероятных, о которых нам постоянно говорили наши клиенты с самого начала 2015 года, мы и открыли научно-исследовательский институт, потому что было очень интересно разобраться и понять, как оно так быстро срабатывает. Да, вот как раз, как Максим говорил, я начал, и у меня сразу пришел результат. Очень часто это даже пугает. Вот то, что это пугает, это как раз-таки мы сейчас переместимся в следующее эмоциональное состояние, которое проживают, на самом деле, все люди, вне зависимости от того, пользователи они Мастер-кит или нет. И тем не менее мы туда попадаем, и мы там можем зависать. Сейчас поэтому обязательно об этом поговорим. Что для кого вот было важно в истории Максима, пожалуйста, вот пишите. Итак, самая главная концепция, да, которую мы сейчас с вами услышали от Максима. Что мы услышали? Я могу решать свои финансовые проблемы, а значит, я могу достигать цель. То есть раз я смог вырваться, да, там, из родительского дома, я смог сам себя обеспечивать, я смог вообще там выживать, значит, я могу ставить перед собой уже и финансовые цели. Что в ситуации Максима финансовые цели? Уже купить свою машину, уже не просто абы какую работу, любую, да, получить, а уже какую-то определенную, с определенным уровнем дохода, да? То есть вот я могу уже финансовые цели перед собой ставить. Потому что когда мы находимся в состоянии выживания, ну, о каких целях там идет речь? Там речь идет лишь о том, чтобы действительно было где жить, было что кушать, было, там, были деньги на бензин. Это очень-очень важно. И вот Максим еще очень важный сказал момент про то, что я увлекался успешным успехом, я увлекался, там, популярной психологией. И вот сегодня мы будем с вами говорить про ошибки, которые люди делают. Вот если вы себя, ребят, не идентифицируете на той карте, о которой мы с вами в течение всего вебинара будем говорить, вы 100% будете делать ошибки. Потому что в мире очень много разных инструментов для саморазвития. Очень много книг, очень много тренингов, очень много каких-то там приемов, которые можно совершать. Но прикол в том, что нам нужно очень глубоко понимать, а на каком этапе я сейчас нахожусь. Потому что иначе эти книги или эти тренинги просто мне здесь не подойдут. И они будут как бы качать не ту мышцу, которую мне нужно качать, чтобы выбраться из этого этапа. И вот тут очень часто мы можем заметить людей, у которых нет денег на бензин, у которых нет денег на еду, но они считают себя, ну, буквально там просто великими людьми, которые там завтра станут очень успешными. То есть надо понимать, что мы должны, типа, следовательно, спокойно, последовательно, уверенно. И тогда мы будем уверены в завтрашнем дне, и тогда мы реализуем наши цели, наши планы. Это очень-очень важно. Кто согласен с этим, напишите, пожалуйста, согласен. Для меня действительно это очень важно, чтобы не было вот этого, не проскакивали. Потому что проскочить все равно, к сожалению, невозможно. Лучше идти последовательно и по этапу. Итак, человек решающий. Почему человек решающий? Потому что он здесь решает проблему, финансовую проблему в своей жизни. Финансовая проблема, еще раз, отличается от финансовой цели тем, что у нас очень мощная внутренняя мотивация. Вот на этапе человека решающего невозможно спать на диване, невозможно сидеть и не решать свою проблему. Ты точно будешь ее решать. Просто проблема в том, что если у тебя некорректные установки, то ты будешь делать кучу действий, но они не будут помогать. Вот просто кучу действий и результат.